Вопросы безопасности в регионе Вопросы безопасности в регионе Вопросы безопасности в регионе Вопросы безопасности в регионе укреплению рубля. Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объёмы эти увеличиваются. Разумеется, один из ключевых вопросов – это, все, наверное, ожидают, что я скажу, энергетика, это важно, но прежде всего промышленная кооперация. Вы тоже неоднократно ставили вопрос о том, что нам здесь сделать дополнительные шаги вперёд по промышленной кооперации, ну и, естественно, энергетика, сельское хозяйство, во всей его совокупности причём. У нас очень много направлений совместной работы, есть о чём поговорить. Я уже не говорю о процессах дальнейших, связанных со строительством союзного государства. Здесь мы, как и договаривались, делаем всё это спокойно, без всякой спешки, каждый шаг выверяем с тем, чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, создал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Владимир Владимирович, спасибо огромное. Это не дань моде. Я действительно вам благодарен за то, что мне удалось здесь немножко окунуться в море и вот с вами встретиться, обсудить злободневные вопросы. Вы знаете, очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно, интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу, она оказалась меньше, падает уровень безработицы. Это хорошо. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами, чтобы мы тут не переборщили, поэтому неожиданная вещь не происходит. Но это для них неожиданное. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они, сами не понимая того, Запад, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Наше правительство по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению. Даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. Теньги совсем небольшие, я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение. Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь действует. Поэтому в экономике действительно они, спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин. Поэтому здесь у нас неплохо складываются дела. Правильно мы в Москве договорились, что отдельно встретимся и обсудим уже и комплекс импортозамещения, вопросы, направления, и сфера безопасности. Мы тоже не скрывали это. Есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что натовцы концентрируют все-таки на западных рубежах войска. Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить. И, наверное, тоже, что они уже делают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки, натовцы, выйти, помочь таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, но вы это знаете. Вы точно знаете, это я знаю. Поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблем, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды, кстати, который практически ничего не решает в Польше, а вот занимается этими фейками. Поэтому в безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать. Мы ничего не боимся, как в былые времена говорили, наше дело правое. И рано или поздно мы все равно победим. Спасибо еще раз, что у нас даст вопрос обсудить более глубже и проконтролировать исполнение обязательств и поручений, которые мы дали нашему правительству. Очень рада вас видеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!